Сегодня поговорим про Артёма Технофокса. Кто не знает, это популярный тиктокер, который недавно попал в скандал. Его начали подозревать, что он, так сказать, пристаёт к малолетним. Вот новость от 11 декабря. В Рязани местные поймали и кое-что сделали с 27-летним, ну вы поняли кем, тиктокером Технофоксом. Который кидал 12-летним девочкам свой, ну вы поняли что. Несмотря на заявление в полицию, ничего не предпринималось. В итоге его наказали местные жители. Потом началась вообще жесть. Его массово начали травить, вызывать ему на дом курьеров, таксистов, минировать от его имени вокзалы, аэропорта и делать ещё много чего. История не столь однозначная и безумно интересная. Поэтому обязательно смотри до конца. Постараемся в ней разобраться. Давайте для начала попытаемся понять, кто наш главный герой. Кто такой Артём Технофокс? А в узких кругах знаменитый человек. Можно сказать, популярный тиктокер и блогер. Вы, наверное, сейчас такие, какой нафиг Технофокс? Кто это? А я вам напомню. Это тот самый чел. Говорит, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Не забудь-ка твой люб... Да, я когда узнал, что это именно он, я тоже немножко прихренел. Я, конечно, понимаю, что у пацана внешность своеобразная. В какой-то степени подозрительная. Но чтобы настолько... Так вот, еще до всех этих скандалов, связанных с тем, что он приставал к малолетним, он уже привлек себе немало внимания. Как минимум тем, что состоит в фуре сообщества. Кто такие фури? Это сугубо, на мой взгляд, больные люди, которые переодеваются в животных. Причем они не просто переодеваются в животных. Они на полном серьезе считают себя животными. Тут я не могу не согласиться. И вот в таком вот виде они выходят, гуляют, встречаются. И бог знает, что еще делать. Мне известны случаи, когда в интернете появлялись видосы с теми самыми фурями. Когда они подбирали на улице бездомных животных и на камеру делали с ними ужасные вещи. Сначала издевались над ними, пытали, а потом даже совокуплялись. Это нифига не выдуманная история. Эти видосы до сих пор где-то лежат на дне интернета. И искренне говорю, не дай бог вам на них наткнуться. Есть вещи, смотреть которые реально нельзя. Они могут испортить тебе психику. Это одни из тех видосов. Если хочешь узнать об этой истории про Фури подробнее, про то, какая жесть там творилась. Сам понимаешь, на ютубе такое рассказывать нельзя. То переходи в телеграм-канал Кукарача по ссылке в описании. Это ТГ-канал моего кореша. И туда мы выложим как раз таки эту историю. Без цензуры и со всей жестью. Так что переходи. Буду ждать тебя там. И вот как раз таки после этих случаев я, мягко говоря, не очень стал относиться к всему сообществу Фури. В котором, как мы обсудили, состоит Артем Технофокс. То есть изначально. Человек он, скажем так, со странностями. Ну и вернемся к новости. В подтверждении того, что это все не фейк, а реально произошло, появились фото и видео доказательства. Давайте на них взглянем. И после этого он действительно удаляет свою страницу. Но через какое-то время ее восстанавливает. И через некоторое время сам Артем заявляет, что все обвинения не настоящие. Мол, он ни в чем не виноват, меня подставили и вообще вы не того поймали. Я, как человек, смотревший Тесака в свое время, его проект, где он ловил таких же голубчиков, сколько я таких вот насмотрелся. Вот он уже пришел к мальчику, сидит уже с ним на одном диване, обсуждает всякие мерзкие темы. Его буквально берут с поличным. Начинают брать у него интервью. И что такое? Меня подставили. Я просто поговорить пришел, объяснить мальчику, что он неправ, что нельзя со взрослыми дядями общаться. Я такой каждый раз. Блин, опять не того поймали. Подставили ни в чем не виновного человека. Только когда вот этим вот Эдуардом показывали, что вся переписка, весь разговор с мальчиком, все это записано, что у них есть все доказательства, почему-то спорить они переставали. Вся эта ситуация расфорсилась в интернете. И у Артема, у которого и так было до хрена хейтеров, из-за его, скажем так, своеобразного контента, стало их в разы больше. Это были не просто комментарии под видео, не просто какие-то дизлайки. Они натурально пытались испортить ему жизнь. Меня вчера очень сильно заспамили, 974 звонка, тысяча с чем-то смс сообщений. В общем, это бимпец какой-то. У меня даже оператор решил отключить сим-карту. Я еще к тому же за это время, вот эти вот травли с октября месяца, потерял нескольких друзей. Потому что их заставляли записывать голосовые сообщения издевательские. То, что дезинформация, то, что я якобы-то... Но хейтеры пошли еще дальше. И устроили Артему Технофоксу полный дианон. Номера телефонов, адреса, паспортные данные, место работы, фотографии его дома. Короче, выложили всю информацию, которая на него была. Задианонили даже его родителей. Людей, которые здесь никак не замешаны. И не должны были пострадать. И выложили даже нюдисы его матери. Прости меня, Господь. Я не буду сейчас строить теории, как эти фотографии оказались у хейтеров. Что они их потом выложили. Понимаете, некоторые истории, они навсегда останутся без ответа. Это одна из них. И, естественно, имея все эти данные, ему начали и писать, и звонить. И вызывать на его адрес полицейские, пожарные машины, такси, делать заказы. Пожалуйста, последний слух. Алло, здравствуйте, у меня дом ходит. Фамилия ваша, как? Артем Лаптев Дмитриевич. Я не уверен, но, по-моему, ложный вызов скорой помощи, пожарки и так далее. Это уголовно наказуемо. И шутки шутками, травля травлей. Но переступать через закон, мне кажется, это уже перебор. Пока ты травишь какого-то д***а из ТикТока, возможно, у кого-то горит квартира. И кому-то реально нужна помощь. Из-за твоих приколов кто-то может пострадать. Кто-то невиновный. Мне кажется, о таких вещах надо думать. Были даже сообщения о минировании от лица Артема. Естественно, все эти инциденты получили огласку в соцсетях. И настолько широкую, что на Технофокса даже завели уголовное дело. Никто не стал разбираться, что это какие-то пранкеры, хейтеры. На него реально завели уголовку. Заминирование банки аэропорта. Технофокс, слава богу, чудом как-то отделался. Но на этом все не прекратилось. Артема ждал подарок на его день рождения. Его хейтеры решили скооперироваться. И в один момент начать вызывать ему курьеров, таксистов. Еще бог знает кого. Чтобы Артем, так сказать, веселее отметил свой ДР. Так, подождите, ко мне кто-то стучится. Ко мне кто-то стучится. Ко мне кто-то стучится. Кто ко мне стучится в дверь? Ребята. Ребята, сейчас только что... Уроды пытаются ко мне прорваться, ребят. Вот представьте. Скажем, в Яндекс.Такси. Они указывали оплату наличкой. Вызывали таксиста по его адресу. Таксист, не знаю, там минут 10-15 к нему едет. Видит, что оплата наличкой. И, естественно, начинает его дожидаться. Не терять же ему денег. А в комментариях к заказу хейтеры писали посильнее стучаться к нему в дверь. Чтобы Артем их точно услышал. Насчет нюдисов Артема. Сам он это прокомментировал так. Одна из фанаток начала мне говорить, что я влюбилась в тебя. Хочу с тобой встречаться. Я подумал, а что такого? Начал с ней переписываться, общаться. Она сразу начала говорить о серьезных отношениях. И начала отсылать мне интимные фотографии. Попросила также в ответ мою интимную фотографию. Также интересовалась фоткой моего Баби Джона. Но я думал, что в личку, если отправлю, никто кроме нее не воспользуется этой фоткой. Но не тут-то было. Через пару дней после отправленной специальной фотографии, мне начало угрожать какой-то мужлан. И угрожать мне расправой. Под гнетом я перевел ему деньги. Взял микрозайм. И отдал тысячу рублей. Конечно, брать тысячу рублей в долг, это... Это... Я не знаю, что тут комментировать. Я промолчу. Про общение с малолетней фанаткой, которая признается тебе в любви и кидает нюдисы. Что сам факт, что ты ей отвечаешь и общаешься, это уже, мягко говоря, подозрительно. А про то, что ты в ответ ей что-то скинул малолетней девочке. Которую ты знаешь, что она малолетняя. Ну, братишка, ты, к сожалению, опоздал на несколько лет. Так бы мог появиться в одной известной программе. С хорошо известным ведущим. Возможно, бы прославился еще быстрее. И уже точно на всю страну. Я прекрасно понимаю, что нельзя вот просто так обвинять человека в банчуре. Но сам факт, что он общался с этой девочкой, факт, что у него есть страница на Леонардо Дай Винчике, где он также общается с какими-то малолетками. Тут есть даже пруфа. Ну, мне кажется, заставляют о чем-то задуматься. И самое забавное, что свой возраст он указывает как 17 лет. Видать, решил, что это избавит от уголовной ответственности. Спойлер, нет, это не избавит. Также был прецедент, где он ходил в своем костюме по улице и обнимался с детьми. Что происходит вообще? О чем я снимаю видео? Господи. Сам Артем ответил, что дарит людям надежду. Таким вот образом. Я не знаю надежду на что, Артему виднее. Друзья Артема тоже подозрительные ребята, которых также подозревали в банчуре. И на них уже нашли, так сказать, неопровержимые доказательства. Один гражданин создал себе фейковую страницу и, представившись 14-летней девочкой, попытался познакомиться с одним из друзей Артема Технофокса, которому было, мягко говоря, больше 18. Как говорится, попался с поличным. Выводы делайте сами. На мой скромный взгляд, здесь все очевидно. Что не надо доверять человеку в костюме лисы, который яро пытается доказать, что он не пидбан. Скорее всего, все наоборот. Также не забывай про видос Миши Громова, который у него недавно вышел, про разоблачение гадалок. Настоятельно рекомендую посмотреть. Миша проделал огроменную работу и снял мега интересный видос. Обязательно зацени и переходи по подсказке. Ну а на этом все. Подписывайся, ставь лайк и пиши в комментариях, что об этом думаешь.